В Славянске на Кубани нашел последнее пристанище солдат Великой Отечественной войны Игнат Маслов. Его останки найдены поисковиками на окрестностях села Волобуевка Харьковской области. Церемония перезахоронения состоялась на городском кладбище. В сентябре 1941 года немецко-фашистские войска развернули боевые действия на территории Харьковской области. В ходе ожесточенных сражений войны 6, 38 и 21 армии Юго-Западного фронта, проявляя массовый героизм и стойкость, приостановили натиск, скрывавшегося к Харькову врага. Более месяца гитлеровцам пришлось буквально прогрызать советскую оборону, ценой огромных потерь продвигаясь на восток в среднем по 3-4 километра в сутки. Однако советские войны не только упорно отстаивали свои позиции, отражая многочисленные атаки фашистов, но и не раз наносили врагу ощутимые контрудары. За подвиги, совершенные в оборонительных боях в Харькове, 20 бойцам и командирам было присвоено высокое звание – Героя Советского Союза. В тех кровопролитных боях участвовал и наш земляк – Игнат Селивёрстович Маслов. В 1942 году он пропал без вести, и с тех пор его родные ничего не знали о судьбе Героя. И только благодаря работе поискового отряда «Военный мемориал Исхид», который весной этого года проводил раскопки вблизи села Волобуевка на территории Украины, удалось обнаружить останки павших 18 советских воинов. На месте раскопок также было обнаружено военное снаряжение и личные вещи. С большим трудом частично удалось прочесть полуистлевшие бумажные вкладыши солдатских медальонов. Некоторые из имён восстановили. Среди них изначился Игнат Селивёрстович Маслов – красноармеец, уроженец Кубани. Предстоял тернистый путь по поиску родных погибшего. Родственников удалось отыскать через социальные сети. Сын Василий Игнатович и внук Андрей оказались жителями нашего города. Бабушка его искала всю свою жизнь, читала газеты, которые приходили, поиск групп, нашли там того, там того. Ну, не было его. Это смежное чувство, что-то между радостью и горем. Как вот знаете, человек плачет и смеётся одновременно. Рад был, что всё-таки нашли, а обидно и горько, что всё-таки умер и не прожил. И он умер, кстати, в 35 лет, на войне погиб. И так получилось, что как раз ему исполняется 35 лет и находит останки. Это просто как-то невероятно. Поисковой группой останки погибшего воина были переданы в Совет ветеранов города Белгорода, а уже после перевезены в Славинск-на-Кубани. Игната Селивёрстовича Маслова похоронили со всеми воинскими почестями. Уже вырос внук, который уже приблизился к возрасту своего деда погибшего. И всегда в этой семье таилась надежда, что всё-таки найдётся дедушка, который не зря отдал свою жизнь благодаря будущим поколениям. Россия всегда была страной героев. Тысячи наших солдат удостоены государственных наград. Мы всегда вспоминаем и солдат, и всех тех людей, которые участвовали в этой страшной войне, и тружеников тыла, и всех тех, кто обеспечивал победу наших воинов в этой войне. Мы всегда будем их чить, всегда будем помнить. Почти в память погибших воинов в минуты молчания отгремели прощальные орудийные залпы. Цветы и венки возложены, брошены колья земли, проляты слёзы, отданы последние почести защитнику Отечества. Война не окончена до тех пор, пока не похоронен последний погибший солдат. Великое Отечественное по-прежнему продолжается. Но на одну фамилию в списке неизвестных героев этой войны, по крайней мере, стало меньше.